В прошлый раз мы говорили о том, как в Древнем Египте формировалась мифология про Сирица и Исиду. Сейчас мы поговорим об основных религиозных институтах в Древнем Египте. Главные институты это, соответственно, фараон и жречество египетское. Как это все было устроено? Культ фараона в Египте сформировался далеко не сразу. Но сначала, в раннем царстве еще, фараона просто считали приближенным к богам. Легенда рассказывает о том, как одного из первых фараонов забрали на небо боги, сделав своим другом. Затем, в эпоху Древнего Царства формируется идея о том, что фараон уже не просто друг богов, а один из богов. И, наконец, уже при фараонах строителей, строителях великих пирамид, в общем-то, фигура фараона отождествляется с верховным богом солнца Ра. А Хеопс, например, и Хефрен даже называли себя воплощением Ра. И имя Ра, оно начинает входить, как одно из священных имен, в титулатуру фараона. Титулатура фараона – это отдельная история. Она включала в себя пять священных имен, каждая из которых демонстрировала какую-то ипостась или какую-то священную черту фараона, как божества на земле. Во-первых, это личное имя, которое обычно и записывалось. То есть, оно обычно также включало в себя имя бога Ра, но не всегда. Ну, например, Хефрен в египетском Хафра, он включает имя бога Ра. Хафра – это личное имя его. Затем следовало тронное имя. Тронное имя принималось при вошествии на трон, соответственно. Ну, вот оно также отсылало к богу Ра или Камону, или Камон Ра. Вот. Третье имя – это золотое имя, так называемое, которое отсылало к гробному миру. Затем четвертое – это имя двух богинь, так называемый, Нехбет-Уаджит. Это одна покровительница Северного Египта, другая покровительница Южного Египта. Их очень часто изображали. Одну в короне, соответственно, Южного Египта, другую Северного. И они, как они благословляют фараона, у которого эти короны соединены в одно целое. Вот. А, соответственно, символом Уаджит была змея, которую до сих пор… Он не до сих пор, которую фараоны в древности носили на короне впереди. Змейку такую. Ури он назывался. И, значит, Нехбет – это стервятник. Вот. У нее тоже на голове изображался стервятник, символ которого также фиксировался на короне фараона. И, наконец, пятое, самое священное имя, так называемое Хорова имя. Оно говорило о том, что фараон – это воплощение также и бога Хора, сына Осириса. Это связывало его с Осирисом, также с Тарством Мертвым и вообще со всей мифологией древнеегипетской. Это было самое священное имя. Вот. А древние египтяне обычно не произносили имен фараона, потому что трепетно относились к имени. Существовала магия имени. И в разговорах обычно говорили о фараоне, называя его перо. Перо переводится с египетского как «большой дом» или «великий дом». Вот. Собственно, от этого перо, через греческий его вариант, и появилось слово «фараон». Вот. Ну, соответственно, существовал определенный канон, как фараон должен был являться на публике. И как его обычно изображали. Вот. При каких-то обычных мероприятиях на нем были две короны соединенные. Белая корона Южного Египта и красная корона Северного Египта. Которые символизировали также и божества-покровительницы, о которых мы говорили, у Аджет и Негбет. Вот. Для ритуальных обрядов он использовал другую корону, золотую корону. Вот. Ну, и также у него были короны, в общем-то, на все случаи жизни. Ну, там при определенных ритуалах одни, перед других-другими. Вот. Еще он использовал специальный накладной платок, цветастый, который мы видим, например, на разных сфинксах. И накладную бороду. Вот. Борода символизировала мужество и величие. И ее, в общем, использовали. Причем фараоны использовали именно накладную длинную бороду, узкую, специальную. Вот. Даже когда фараоном однажды стала женщина, Хадшипсуд, она тоже использовала такую же накладную бороду. Затем признаком фараона был жезл, тоже фаллический символ мужества, вероятно, произошедший из шаманского посоха. И в другой руке обычно он держал анг. Анг – такой крестообразный знак священный, символ жизни, который потом вошел в христианский обиход через коптских монахов. Вот. Как вариант креста. Значит, главное значение фараона, его функция. Фараон, собственно, служил соединительным звеном между миром богов и миром людей. Он единственный, кто мог разговаривать с богом непосредственно. И об этом говорит даже сама терминология в древнеегипетском языке. Например, существовало слово, обозначающее милосердие или сострадание. И это слово могло применяться только к фараону или к богам. То есть человек не мог быть сострадательным. А сострадательным мог быть только фараон или бог. Для того, чтобы поддерживать гармонию между миром богов и миром людей, фараон должен был каждые 30 лет проводить особые ритуалы. В честь богини справедливости Маат. Это был особый такой церемониал. Ставили два обелиска, два столба, которые символизировали северный и южный Египет. И фараон должен был пробежать между этими двумя столбами, продемонстрировав свое величие, что он еще способен править. И такие церемонии проводились 30 лет. Считалось, что если египтяне не будут проводить эти церемонии, то не только Египет окажется в состоянии хаоса. В общем, весь мир упадет. Ну и самым ярким примером почитания фараона являются, конечно, знаменитые пирамиды египетские, которые первоначально были усыпальницами, гробницами. Они имитировали скальные погребения, которые в древности, первобытную еще эпоху, делались людьми нечто вроде пещеры внутри искусственно сооруженной скалы. Но, в общем, пирамида должна была также символизировать восшествие фараона в свой дом к богам. То есть это такая машина по отправлению фараона домой. Поэтому очень тщательно египтяне подходили к сооружению пирамид. Вот. И, собственно, культ фараона, он прослеживается до самого позднего времени. Достаточно вспомнить Александра Македонского, который, захватив Египет, собственно, первым делом он был объявлен божеством. Что, конечно, для греков было чем-то удивительным, потому что они не верили в божественность человека. Вот. Значит, оппозицией фараону было жреческое сословие. Это был своего рода религиозный конкурент. Иногда жрецы поддерживали фараона, иногда боролись с ним, особенно когда фараон притеснял или лишал их каких-то льгот. Жрецы пользовались, в общем, свободой от налогов, разными другими льготами. Часто фараоны давали огромные сокровища на строительство храмов. Вот. И там были свои работники, свой штат. Фактически это было маленькое государство в государстве. Такое религиозное. Вот. Самые яркие примеры, конечно, храмов, это священный храм Монара в Карнаке. На юге Египта, рядом со столицей Нового Царства Фивами. Вот этот храм был почти целиком возведен за счет военной добычи фараонов Нового Царства. Тяхмаса, Тутмаса и Рамсеса Второго. Вот. Иногда конфликты между жрецами и фараоном приводили к очень странным противостояниям. Например, знаменитая реформа Эхнатона. Когда Эхнатон отменил вообще поклонение всем божествам, закрыл все храмы и объявил, что единственный бог – это бог солнца, Атон. При этом Атон, он не был персонифицирован. То есть, он не изображался в виде какого-то существа, как, например, Ра или Осирис. Атон изображался в виде просто солнечного диска, от которого исходят лучи руки. То есть, это была первая такая абстрактная религия, некое божество. Непонятно, откуда взялась такая идея времена Эхнатона. Культ Атона появляется практически внезапно. При отце Эхнатона Аминхотепе III. Сам Эхнатон был до этого Аминхотепом IV, но сменил имя Аминхотеп, в которое входит имя бога Амона, Амен, то есть Амон-Хотеп. И заменил его словом Эхнатон, в которое сходит слово Атон. И, в общем, имя Атона появляется еще при отце Эхнатона. И иногда встречается до этого, в общем, как такое мелкое божество, малоизвестное. И непонятно, в общем, как оно стало так вот возвеличенным. Естественно, что жрецы возмутились в таком повороту дел и стали вести интриги, вести интриги против Эхнатона, его жены Нефертити. И они смогли, в общем, организовать заговор, по всей видимости, при сыне Эхнатона, когда Эхнатон уже умер, к власти пришел его сын Тутанхамон, знаменитый. Во-первых, жрецы надавили на него и потребовали вернуть культ Амона-Ра. Им это удалось. Более того, Тутанхамону пришлось переименовать себя с Тутанхамона на Тутан... Точнее, с Тутанхатона на Тутанхамона. Отец он назвал Тутанхатон, в честь Атона. И, в общем, жрецы начали активно выскабливать изображения с Атоном и его имя, и изображения с Эхнатоном. Но хотя они и пытались убрать его из истории, все равно осталось очень много изображений Эхнатона. Ну и, в общем, после Тутанхамона были возвращены культы различных божеств, и все пошло своим чередом. И про единого Бога забыли на несколько сот лет до того, как в Израиле не появилось единобожие царя Соломона, Давида и прочих. Это уже было через 500 лет, 400-500 лет. Значит, жреческое сословие, в общем, напоминало христианскую церковь, средневековую, ну и нашу, современную. Там была своя иерархия, там был свой патриарх, верховный жрец. Причем, это было несколько патриархов. Один патриарх был первожрецом Омона, другой первожрецом Осириса. В общем, почти у каждого сильного божества был свой патриарх. То есть, это как бы была такая федерация церквей. И все они были в некотором роде независимы друг от друга, но в то же время соединены некоторые мифологии. Вот. Известно также, что жреческие должности часто передавались по наследству и образовывались целые иерархии. При этом жрецы не обязаны были быть безбрачными. И более того, они даже могли заниматься какой-то посторонней, нерелигиозной деятельностью. Известны жрецы-полководцы, жрецы-чиновники, жрецы-песцы. В общем, можно было соединять разные должности, в том числе жреческие. Там был, конечно, свой ритуал прохождения. Жрецы полностью выбривали все волосы на теле. Они постоянно погружались в священные источники, омывались. То есть, там была ритуальная чистота. Носили белые одежды исключительно. Ну, и были там разные должности. Вот были певцы, жрецы, музыканты, даже танцовщицы, жрецы и прочие. Вот. В общем, большое многообразие. Вот. Жрецы нужны были для того, чтобы провожать людей в мир иной. Большая часть их функций заключалась именно в этом. Помимо взаимоотношения с богами. Вот. Например, очень известный обряд, один из самых главных ритуальных обрядов Древнего Египта. Это обряд отверзания уст, для которого существовал специальный жреческий сан. Он заключался в том, что когда, значит, человек умирал, и из него делали мумию, брали особые инструменты и открывали рот умершему. Вот. Это было необходимо для того, чтобы на том свете он мог нормально дышать и говорить. У египтян особо не было отличия этой жизни от той. Вот. И это был очень сложный обряд. Он включал в себя 75 различных ритуальных действий. Вот. В частности, умершего специально ритуально кормили едой. Ну, не буквально, как бы ему еду подносили, но, по всей видимости, он ее не съедал, потому что это бы испортило мумию. Еду, по-видимому, съедали жрецы. Вот. И, в общем, обычай перенесения еды, он существует и до сих пор в некоторых христианских церквях. В память об усопших приносят еду. Вот. И часто непонятно зачем. Или там на могилке кладут всякие конфетки и водочки. Вот. И люди часто не знают, откуда эти обряды. Вот так вот эти обряды, видимо, появились из древнего Египта изначально и долгое время существовали. Вот. Судя по тем изображениям, которые до нас дошли, мы также видим, что один из жрецов носит шкуру леопарда. Вот. Это очень интересный момент, потому что в знаменитом городе Читалхи-Юки мы также обнаруживаем изображение на стене одного из домов человека, который танцует, и он тоже в шкуре леопарда. И это примерно за 4-5 тысяч лет до этого изображения. То есть, видимо, шкура леопарда была каким-то древним символом, и она вот перешла в Египет. То есть, мы можем проследить какое-то наследование каких-то элементов в религии. Хотя и с трудом можем объяснить их смысл. Вот. Значит, соответственно, загробная жизнь. загробная жизнь, которую готовили усопшего, представляла главную цель египтян. Вот. В общем-то, у египтян не было идеи воздаяния, как у христиан. То есть, они не думали, что, типа, если здесь пострадать, то там будет лучше. Вот. Или там, если будешь не грешить, то будет хорошо. Но в целом, у них была идея такая, что та жизнь, она примерно такая же, как здесь, но чуть-чуть получше. Вот. Это обусловлено тем, что в целом жизнь египтян была не такой плохой. Мы встречаем очень много описаний того, как они жили. И, в общем, климатические разные исследования подтверждают, что в целом у них были очень хорошие условия жизни, райские, можно сказать. и большей частью молитвы египтян заключались в том, чтобы все было так, как есть. То есть, сохранение статус-кво. Чтобы ничего не менялось. Вот. Нил так же разливался, так же дул ветер, и, в общем, все было бы так же. Ну, и, соответственно, описание рая древнеегипетского, так называемого, поля Ялу, они, в общем, примерно такие же, как и описание Египта, но там работать меньше надо. И, в общем, еще всякие двойники, фигурки, так называемые ушепти, специальные фигурки хоронили вместе с умершим. Эти ушепти, они должны, в общем, были помогать человеку работать на полях. И, если работать, то в свое удовольствие. Вот. И, как правило, человек после смерти сохранял свой статус земной. То есть, если он был фараоном, то он и там фараон, чиновник, там чиновник, земледелица, там тоже земледелец. Вот. То есть, жрец и жрец. Не менялись, в общем-то, ничего практически. Просто человек продолжал, как бы, жить в несколько более интересном мире. Вот. По крайней мере, такой вывод можно сделать по книге мертвых и по текстам саркофагов. Да. Ну, и продолжал жить не сам человек, а его двойник. Ка. Некий вариант души, но который понимался материально, судя по всему, судя по отношению к мумиям. Вот. Таким образом, сам обряд мумификации, сохранение тела, фигурки у шепти и прочее, оно все содействовало тому, чтобы человек мог, в общем, счастливо жить после смерти. Вот. Про обряд мумификации тоже несколько слов стоит сказать. Использовали специальный раствор содовый, различные масла, благовония, и в общем, благодаря обряду мумификации уровень медицины в Древнем Египте был беспрецедентный. Больше ни в одной стране такого уровня не было. В общем, они лечили многие болезни, знали анатомию человека. Вот. Ну, значит, как это происходило? Тело умершего обмывали, вот, затем высушивали, высушивали за счет специального раствора, который заливали в рот, и все внутренности растворялись. Затем тело надували с помощью специальных веществ, чтобы придать ему человеческий вид, и затем пропитывали различными мазями. Вот. Различные органы, их остатки помещали в священные сосуды, канопы. Их было четыре, и каждый из них был посвящен особому богу. Вот. Также они научились вытягивать мозг человека, не разрушая целостности головы через нос с помощью специальных приспособлений. Вот. Ну и затем тело умершего промасливалось, и затем специальными просмоленными бинтами его оборачивали. Много метров бинтов, и именно из-за просмоленности этих бинтов, когда сейчас снимают эти бинты и мумии выставляют в музее, мы видим, что мумии такие темные. В общем, они были, ну, не были темными. У них такой светлый цвет был кожа, но вот из-за смолы он становится темным. Вот. Между бинтами часто помещали разные магические амулеты, которые призваны были защитить мумию от разбойников и от проникновения всяких злых людей. Мумию помещали в саркофаг. С греческого саркофаг переводится как поедатель плоти. Саркофаги это, собственно, тоже очень древний символ воскресения из мертвых. Вот. По-видимому, он родился из каких-то подобий бабочки, которые рождаются из личинки, скрытые вот в каком-то таком саркофаге. Вроде кажется мертвым, но потом раз-такая и улетает. Вот. Затем они, египтяне придумали помещать один саркофаг в другой, обозначая как бы ступени такие восхождения, как в пирамиде от смерти к жизни. Вот. По-видимому, именно из саркофагов потом сформировалась идея, которая нам известна как матрешка, которая тоже связана с идеей воскресенья от смерти к жизни. Ну и так примерно можно сказать о том, что вся древнеегипетская религия, она концентрировалась вокруг веры в посмертное существование. Вот. И влияла сильно и на искусство, и на политику, в целом на историю. Вот. Ну и фараон был тоже частью этих представлений. И в общем... В общем-то...